Всем привет на канале AllDutchman. Сегодня я решил вот так вот разнообразить наш видеовыпуск и поэтому никаких задних фонов, типа новостных заставок на канале не будет. Это раз. Второе. Все те, кто не умеют пользоваться настройками звуковых карт в телефонах или в компьютерах, имеют сегодня полное право жаловаться на качество звука, так как я это видео записываю без микрофона. Ну и конечно же к основной теме, к теме мигрантов и проблемы вот этой вот депортации уголовников из Германии. На данный момент, сначала только цифры, в Бранденбурге находятся 18 афганцев, криминальных элементов, действительно уголовников, которые подлежат депортации. Но по каким-либо причинам пока задерживается их отправка в Афганистан. Еще 690 человек, из них 349 сирийцев и 340 афганцев, тоже подлежат депортации, но как бы во вторую очередь. То есть первоочередная задача властей избавиться от этих уголовников, которые не просто уголовники, но радикальные исламисты, утверждающие, что любая земля, где бы они ни находились, подарена им Аллахом. И все неверные просто-напросто обязаны эту землю покинуть в лучшем случае. Почему правительство решило вот так вот взяться за эту тему вплотную? После нападения в Манхайме или в Мангейме вот этого радикального исламиста-афганца на политика и с убийством полицейского, наши власти наконец-то начали шевелиться. И причем стали шевелиться, ну как вам сказать, не то чтобы активно, но вяло. Почему? Да потому что в первую очередь зеленые и потом левые все еще вставляют палки в колеса Бундестагу, который ни шатка, ни валка, но как бы движется, как телега, влекомая старой клячей, уже на последнем издыхании на базар, движется как-то вперед, пытаясь продвигать свои вот эти вот политические интересы, политические взгляды. Так вот эти зеленые и левые ставят постоянно палки в колеса правительству, требуя, чтобы правительство перестало издеваться над этими бедными афганцами и сирийцами, так как они бежали от войны. Их нужно понимать, с ними нужно проводить различные психологические беседы, с ними нужно разговаривать, их нужно перевоспитывать и так далее. Со своей стороны я хотел бы просто добавить к этому одно, их надо было воспитывать, когда они были еще маленькими детьми, а не когда уже 30-летние, 40-летние сюда поприезжали и у них мозг полностью атрофирован на уровне, скажем так, вернее до уровня базовых животных инстинктов. С такими людьми никакие воспитательные беседы уже вам не помогут. Посол Афганистана, посол Талибана в Германии предлагает свою помощь правительству немецкому, ну и естественно за определенную сумму денег. То есть за каждого уголовника, которого Германия хочет отправлять в Афганистан, намеревается отправлять в Афганистан, власти Афгана предлагают дополнительно платить им минимум миллион евро. Нехилые деньги. То есть сюда они приехали бесплатно, сюда они приехали, скажем так, за счет государства, которое им дало различные пособия, сегодня бецалькарты и так далее. А обратно, чтобы их выдворить, нужно еще той стране дать денег за то, что она их возьмет обратно. Вы знаете, когда речь идет о благосостоянии народа, когда речь идет о порядке в стране, о стабильности, то я бы на месте политиков, ну конечно, кто же меня спросит, кому нафиг мое мнение в правительстве нужно. Я бы не посмотрел на вот этот вот миллион, я бы вот эти вот, к примеру, 18 или сколько, 19 этих уголовников, я бы заплатил 20 миллионов, чтобы только Афганистан их забрал к себе обратно. И вот за вот этих вот 690 человек я бы тоже за каждого отдал по миллиону и нафиг вы их выгнали бы из Германии. Почему так, да? Ну, вы скажете, это же сумасшедшие деньги. Конечно, сумасшедшие деньги. А вот вам посмотрите еще один момент. Я как-то упоминал о том, что наше правительство на строительство велосипедных дорожек в Перу подарило просто так, сколько-то там, по-моему, 150 или 140 миллионов евро дорожки велосипедные в Перу. Ну, горная местность. Ребята, вы че? Какие нафиг дорожки? Просто так вышвырнули деньги на мусорку. Вышвырнули деньги на мусорку. Потом выкинули около 200 с лишним миллионов евро в одну африканскую страну, по-моему, в Уганду, на укрепление мужского достоинства местного населения. Это вот именно так и называлась статья. Вернее, пункт оглашали в Бундестаге, по которому в эту страну отправили сумасшедшую сумму денег. А как понять укрепление мужского достоинства? Их что там, кто-то принижает или еще как-то? Просто нужно было как-то отмыть деньги, и они отправили вот эти вот сумасшедшие деньги туда. Просто так. Просто так. А теперь, когда Афганистан сказал, давайте за каждого такого урода, мы с вас требуем, за то, что мы его возьмем обратно, миллион евро. Эти начали думать, это большие деньги, вы знаете, это очень большие деньги. Надо подумать, сколько еще думать, пока еще поубивают полицейских или простых граждан, или женщин будут насиловать на улицах по ночам, которые идут не просто так гуляют, они идут после работы. Они идут домой после работы, после второй смены. В Германии вторая смена, допустим, на заводах, на автомобильных заводах, заканчивается в 12 ночи. И кто живет рядом с этим заводом, он идет пешком домой. Они не просто так гуляют, они не шляются по улицам, как многие могут сказать. Но в этом случае правительство наше смотрит на вот этих вот уголовников настолько лояльно сквозь пальцы, что оно само побуждает их совершать различные преступления. То есть, ну кто-то вот, да, вот, меня, кстати, YouTube предупредил по поводу того видео, в котором несколько дней назад я рассказывал о полицейских, расстрелявших иранца, запустивших ему несколько пуль в живот за то, что он набросился с ножом на полицейских. Так, меня YouTube предупредил за разжигание расовой ненависти к другим людям, к другим нациям. То есть, получается, что этот... Вы знаете, секундочку, секундочку, если мне YouTube вынесет предупреждение из-за этого видео, то, значит, и на YouTube работают люди, которые стоят за фри Палестины и так далее, и так далее. То есть, получается, что нужно было этому иранцу дать волю поубивать полицейских, нужно было этому иранцу дать волю поубивать людей, то есть, они приехали в другую страну, в другую религию, и ведут себя так, как будто эти люди, живущие в этой стране, обязаны перед ними стелиться, как половые тряпки, что ли? Ну, я вот просто не понимаю. Может быть, кто-то из вас мне объяснит? Может быть, кто-то из вас знает, как реагировать в такой ситуации на происходящее? Потому что многие подписчики, многие просто зрители приходят на канал, смотрят и спрашивают, а что же делать? Покупать газовые баллончики или еще что-нибудь? Сейчас я вам покажу кое-что. Зачем им газовый баллон? Вот обычная авторучка. Вот это вот обычная авторучка. У меня на канале есть несколько видео о куботане, применении куботана. Что такое куботан? Это вот примерно такой маленький деревянный или железный стерженек, как карандаш. И его можно применять в качестве оборонительного средства. То есть, если, к примеру, на вас кто-то напал, схватил вас за руку, вы можете этим куботаном или этой же ручкой ударить человека в почувствительной точке на руке. Не важно, будь то кисть, будь то предплечье, плечо, грудная клетка. Вы можете при умелом владении обычным куботаном или обычной авторучкой нанести физическую травму вашему противнику. Тому, кто на вас напал. Не обязательно покупать газовый баллон. Не обязательно. А за авторучку полиция вас в тюрьму не посадит. Это так, к слову. И если, конечно же, на вас нападут сзади, схватят стальной захват, и вы не сможете освободиться, то тут уже нужно владеть приемами самообороны для того, чтобы знать, как в какой ситуации реагировать и действовать. Но это не значит, что вы, имея навыки и опыт в самообороне, сможете противостоять минимум двум противникам. Одному – да. Но двум уже сложно. Потому что нужно заниматься постоянно. Нужно постоянно заниматься годами. Но и утверждать тот факт, что, допустим, и вот напали там с ножом, один напал сзади, схватил стальной зажим, другой с ножом прыгнул в живот. Нафиг эта самооборона не поможет. Но, ребята, в таком случае вообще лучше никуда не выходить из дома, если так бояться. Навыки самообороны нужны в любом случае. В любом случае будет ситуация, когда вам удастся применить полученный опыт в спортзале или в спаррингах. Но этим нужно заниматься. Просто так утверждать, что это не поможет, потому что если будет совершено нападение, и вы не сможете выстоять перед нападающим, тоже неправильно. Это тоже неправильно. И, возвращаясь к вот этим вот беженцам, мигрантам, вот этим вот нелегалам, я бы сказал, знаете что, границы пока контролируются только на территории Баварии, не по всей Германии. Только на территории Баварии. И в отличие от других земель Германии, в Баварии на сегодняшний момент с того часа, как включили вот эти вот полицейские пограничные отряды в работу, намного меньше приток вот этих нелегальных беженцев, нелегальных мигрантов, чем в других землях Германии. То есть, на примере Баварии, на примере Бецалькарты в Баварии, многие земли сейчас начинают этот опыт перенимать и действуют примерно так же. Но что-то как-то вот оно тянется ни шатко, ни валко. Потому что у нас в правительстве сидят, не скажу, что консерваторы, но сидят люди, которые, ну как оно, идет, ну и пусть идет. А этот, ну ладно, фиг с ним. Примерно вот такие люди, пофигисты, скажем так, пофигисты. Они кричат о том, что вот нужно сделать так, нужно сделать этак, а на самом деле, по факту, авос и ныне там. Кстати, о последних новостях. На заседании бундесканцлера Олафа Шольца, министра финансов Линднера и министра экономики нашего Роберта, писателя Хабека, было принято решение всем мигрантам, приезжающим сюда на работу в Германию, на несколько лет снижать на 30% налог. Тут же многие возмутились, что это такое, дискриминация собственного населения, давайте нам тоже снижайте и так далее. Но многие забывают о том, что подоходный налог, он маленький по сравнению со всеми налогами, которые вычитаются из зарплаты у человека. Он маленький. И это делается в первую очередь для того, чтобы привлечь рабочую силу из-за границы на рабочие места в Германии. Потому что местные, многие живущие, допустим, в бывшей ГДР, не хотят работать до сих пор. Вот по 30-40 лет сидят на социале и не хотят работать. Поэтому пошли наши отцы государства на вот такой вот шаг. В первый год 30% снижения налога, во второй год 20% снижения налога, в третий год 10% снижения налога, а потом уже эти проценты снимаются, и человек будет платить налог, как и все остальные. Хорошо это или плохо, не знаю. Зависит от того, какая квалификация у человека, что у него за профессия, что у него за образование, ну и естественно, что за фирма. Потому что есть очень многие одинаковые фирмы. Допустим, к примеру, возьмем два архитектурных бюро. Занимаются строительством, занимаются постройкой домов обычных частных в разных городах. И у этих двух квартирных бюро, архитектурных бюро, у сотрудников может быть разная зарплата. С чем это связано? Это связано с опытом работы, со временем работы на рынке жилья, ну и естественно, с отзывами от клиентов, клиентов, которые заказывают им вот эти вот дома под строительство. Много вот всяких нюансов, которые нужно учитывать. Но и кидаться вот так вот, кричать, что вот сейчас вот этим вот мигрантам дали послабление. Поймите, в первую очередь для тех, кто живет в Германии. Им дали послабление для того, чтобы они были стимулированы идти на работу. В первую очередь те, кто получают бюргергельд и не хотят работать. Кстати, про бюргергельд. В Бремене один из джоп-центров ушел инсольвент. То есть у них нет больше денег в государственной кассе, в городской кассе, выделенной на вот этот вот джоп-центр, на выплату бюргергельд беженцам. Все. Один джоп-центр уже закрылся. На очереди другие. На очереди очень много джоп-центров у нас в стране. И если многие из них позакрываются, значит наша социальная и финансовая система где-то свернула не в ту сторону. Вот такие вот у меня были на сегодня новости. Птички поют, звери всякие тут вокруг меня летают. Но лето не особо крепкое, не особо сильно жаркое, потому что я все-таки стою в свитере. Ну вот такое, какое лето, такое вот оно и есть. Так что выбирать не приходится. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свои комментарии, пожаловаться на качество звука. Ну и всем удачи. Пока.